Я расскажу сегодня вам о лесной сертификации и как ужесточение стандартов лесной сертификации воспринималось заинтересованными сторонами и участниками рынка, самими участниками рынка. То есть лесная сертификация представляет собой такой нишевой рынок, синдитивный рынок продукции. Ну что же такое синдитивные рынки? Ну все вы знаете Карла Паллани с его фиктивными товарами, которые сами по себе не включаются в саморегулирующиеся рынки. То есть на них нет цены в саморегулирующихся рынках, поэтому их надо как-то включать. И эти товары одновременно важны для общества. Ну такие как биоразнообразие, ценные экосистемы, права коренных народов, ну сама корпоративная социальная ответственность практически. И вот негосударственные акторы встраивают эти эффективные товары в рынки. И для этого создаются схемы добровольной сертификации и ниши экологически-социально-ответственной продукции. Таких сертификационных систем и таких вот рыночных ниш очень-очень много. И они очень-очень разнообразны. Ну вот я сейчас вывожу на экран, ну основные. То есть я сегодня вам расскажу только о сертификации Лесного попечительского совета, то есть ФССИ. Но все вы знаете о органическом земледелии, о справедливой торговле, особенно о справедливой торговле кофе. Вот все американские университеты уже перешли только на сертифицированную справедливую торговлю кофе, потому что студенты другого не пьют. Скажем, рыбная ловля безопасная для дельфинов, сертификации морского попечительского совета, морепродуктов. Ну и фактически все сертификации дают возможность покупателю, потребителю голосовать за существующие ценности. То есть когда мы приходим в магазин, то мы должны понимать во всех этих этикетках, если мы хотим поддержать какой-то нишевой рынок. Ну и достаточно сложно на первых порах купить там бананы без детского труда или креветки без разрушения мангровых лесов юга. Но это дается практикой, и социально-ответственные, экологически-ответственные покупатели хорошо разбираются в этикетках. Но преподаватель на самом деле не может принести, скажем, к себе на факультет коробку конфет, не проверив, сертифицирован ли там шоколад, потому что просто опиранты этого не поймут. Ну, в Россию это тоже все приходит. И в России сертификация лесного попечительского совета по количеству территорий занимает первое место в мире. Поэтому... Привет, привет. Привет. Поговорить. Привет. Привет. Сертифицированные темы, инфицированные проектами, то есть негасцентрными актерами. У меня это идет еще, у меня семена еще идет. Которые участвуют в семенах. Вадим, у тебя микросов, мы все тебя слышим. То есть к этим негосударственным акторам относятся, ну, прежде всего, компании, разные неправительственные организации, это практически создатели сертификационных систем. Государство редко принимает активное значение. Ну и, конечно же, участники. Коренные народы, местные активисты, эксперты, ученые, то есть еще много разных заинтересованных сторон. И вот сегодня я буду говорить, как в лесную сертификацию привнесли новый стандарт. Стандарт свободного, предварительного и осознанного согласия. И я буду рассматривать, как при внесении вот этого стандарта, какие властные игры разыгрываются между заинтересованными сторонами на глобальном уровне, на национальном уровне, тогда, когда вот этот ужесточающий, трудный для компании стандарт привносится в российский национальный стандарт лесной сертификации. Ну, объясняю, что такое свободное, предварительное и осознанное согласие. То есть это, ну, такой сложный конструкт, при котором коренные народы или местные сообщества должны согласиться с каким-то индустриальным проектом, либо с вырубкой лесов в определенных местах. Что такое свободное? Это значит беспринуждение. Предварительное – это значит не тогда, когда уже делянки отвели под рубки, а сильно заранее. Осознанное – это значит, что компании должны объяснить, какое же будет воздействие на местное сообщество и на коренные народы и сделать это ясно и честно. И согласие имеется в виду не какого-нибудь одного лидера, а коллектива держателей прав. И у которых есть какой-то процесс для вот этого согласия. Потом подпишивается соглашение между компанией и вот этой группой держателей прав. Для России это новое. В нефтяном секторе применялось, потому что этого требуют инвесторы иностранные. А в лесном секторе вот только сейчас, недавно, внесло. Я изучала эти процессы. Вот процесс привнесения и переговоров, переговорный процесс в течение двух лет. Ну, качественными методами. Участвовала в разных заседаниях, проводила полуструктурированное интервью, анализировала документы. В общем-то, обычные качественные методы. Ну, немножко объясню, что такое лесная сертификация, поскольку не все это знают, наверное. То есть, на самом деле, их много. Я буду говорить только о сертификации лесного попечительского совета, потому что это золотой стандарт. Он в России наиболее распространенный. И Россия на первом месте в мире по сертифицированным территориям. Но в России еще есть такой Program of Endorsement of Forest Certification, то есть конкурент. И сейчас те компании, которые не могут выдержать сертификацию лесного попечительского совета, стараются перейти вот в этот более слабый. Ну и плюс наше национальное государство, которое, ну, как бы хочет изолироваться слегка, хочет развить свои национальные сертификации, но они, в общем-то, рыночного значения не имеют. И толку от них на рынке никакого нет. И это, как бы, в основном просто намерение. Ну что же мы сертифицируем? Мы сертифицируем не саму древесину, а процесс ее производства. Прежде всего, что важно? Важно происхождение. То есть, вот делянка может выглядеть вот так вот или вот так вот. При сертификации мы знаем происхождение древесины до самого потребителя. Плюс сертифицируется лесоуправление, то есть сохранение лесов природоохранной ценности. Компании должны быть экономически эффективны, и они должны быть социально активны. И очень много есть принципов, критериев, и к ним разрабатываются индикаторы. Принципы и критерии созданы для всего мира. Они просто переводятся на разные языки. А вот индикаторами мы адаптируем этот глобальный стандарт к местным условиям. Ну вот здесь вот показана цепочка поставок, то есть сертификация цепочки. Когда вот здесь лесоуправление сертифицировано, дальше можно проследить древесину до самого продукта. Вот в России издается бумага-снегурочка сертифицированная. Ну а вот такой вот знак вы можете увидеть просто на всех пакетах Татарапака, ну практически на бирочках, когда вы покупаете платье, то есть очень распространен. На разных туалетной бумаге. Если вы обратите внимание, то вы увидите его везде. То есть в мире сертификация распространена, самый главный офис находится в Бонне, ну и офисы по разным странам, и, соответственно, очень много стран вовлечено в этот процесс. В России, ну вот эта карта немножко устарелая, но вы увидите, что сертификаты в основном в европейской части, потому что именно здесь синдитивные рынки, именно в Европе находятся покупатели, покупатели, которые хотят покупать социально и экологически значимую продукцию, у которой произведена без нарушения прав и с экологическими нормами, их значительно меньше на Дальнем Востоке. Здесь тоже есть, в общем-то, синдитивные покупатели, но просто здесь настолько много лесов, очень высокоприродоохранной ценности, то компании теряют сертификаты. Ну и, естественно, граница с Китаем не может быть сравнима с границей с Европой. Ну и в Иркутской области сертификация очень распространена. Ну и вот эта вот новая карта, которую создал лесной попечительский совет, здесь показаны все территории леса, которые сертифицированы. Если сюда нанести физически все поселки, которые есть, то мы получим громадное количество поселков с держателями прав. Если посмотреть по регионам, то у нас Аркангельская область в лидерах, дальше Иркутская, Карелия и дальше. Ну, в своем исследовании у меня основным исследовательским вопросом было, во-первых, как вот этот спрос, который вносит очень большие транзакционные издержки в работу компании, воспринимается всеми участниками лесных отношений. Ну и во-вторых, какие властные игры разыгрываются между разными уровнями. Вот моя теоретическая рамка основана в основном на моей собственной теории сетей организующих управления, то есть governance generating networks. И как вспомогательные категории я рассматривала категории, которые, ну, очень популярны при рассмотрении лесной сертификации, которые, как бы, влияют на властные взаимоотношения. То есть стандарты могут быть очень строгими, вот, и при этом они могут быть с большой долей предписанности. То есть в них должно, может быть, сильно предписано все, что нужно сделать. Но предписанность может быть в сторону ослабления или в сторону, наоборот, более строгости. Они могут быть, может, более гибкими. Тогда на месте возможно больше количества форумов-переговоров. И, конечно, кому они применимы, очень сильно отличаются. То есть можно сказать ко всем лесным поселкам, а можно сказать только к тем, где живут жители в отдаленных регионах, связанные с территорией, которые продолжают заниматься там, на традиционный образ жизни. Дальше я рассматривала тоже как вспомогательные категории Хаугарта. То есть власть над и власть для. То есть фактически здесь мы видим очень четко амбивалентность этой власти. Потому что все, что является властью над, которая спускается с глобального уровня на компании, заставляя их выполнять гораздо большее количество требований, является одновременно и в то же время властью для коренных народов, местных сообществ, для сохранения природы. И здесь очень, конечно, важно для понимания этих процессов structure and agency Giddens, структуры и действия, которые, в общем-то, может очень сильно тоже влиять на вот эти властные игры и на того, кто в этих властных играх победит. Ну вот, если поговорить вообще о вот этом Спосе и откуда он появился, то есть он давно был в Декларации коренных народов ООН, а в ФСС на глобальном уровне он пришел в 2012 году, когда все членства проголосовало за его введение. Это был очень долгий демократический процесс со всеми участниками из разных стран, длился примерно 6 лет, но в конечном итоге стандарт был принят и стал обязателен для всего мира. Теперь только перевод, и все. То есть он там есть. Но на самом деле, когда вот этот глобальный стандарт приходит в Россию и в другие страны, он все равно, как бы демократично он не был развит, он воспринимается как топ-даун, то есть сверху вниз, авторитарно, вот это глобальный актор опять что-то навязывает. Ну и в некоторых странах, как бы, вот эта власть самого стандарта влияет на то, какие компании могут выдержать эту нагрузку или какие не могут. Ну вот не из-за СПОСа, а из-за лесов природоохранной ценности в Канаде очень многим компаниям пришлось отказаться от сертификации. Это и дало России возможность выйти на первое место. Вот. И в России фактически это громадные холдинги сертифицированные, которые без сертификата жить не могут. Единственная их возможность – это как бы модифицировать стандарт, изменить его, ослабить, приспособиться. То есть самые разные варианты, но отказаться от сертификации они не могут, иначе они потеряют рынок и свое лицо на международной арене. Вот. Но да, и социальные акторы, и экономические все равно воспринимают это что-то, как этот СПОС, как то, что упало с неба. Хотя это было достаточно давно. С 2012 года всем было известно, что он в Россию придет. Вот. А сейчас он все равно воспринимается как что-то абсолютно новое, чужеродное. Вдруг, ну и с которым надо что-то делать. Вот если мы посмотрим на мою governance generating network, ну, фактически я развивала эту теорию как раз, ну, используя лесную сертификацию, как grounded theory в течение многих лет, лет 15. Но сейчас она выглядит вот так. Значит, есть ядра глобального дизайна, в которых разрабатываются глобальные стандарты, есть места применения, где они применяются, и есть формы переговоров разных уровней. Вот. При этом идет взаимодействие и властные игры как бы перекрестно через уровни, то есть across hierarchy of scales. Если мы вернемся к самой сертификации, то здесь можно выделить экологическую, экономическую, социальную палату на глобальном уровне. И точно так же палатному принципу организованы офисы ФССИ во всех странах. И практически этот палатный принцип, ну, то есть принять стандарт можно только тогда, когда экономический, экологический, социальный акторы решают это вместе. И тогда, когда генеральная ассамблея, которая собирается раз в три года, этот стандарт утверждает. И вот он падает вниз опять. И снова воспринимается как что-то новое. И вот начинается национальный процесс его адаптации. То есть мы переводим принципы и критерии и как бы разрабатываем национальный стандарт на основе вот этих принципов и критериев. Но в данном случае вот принятие новых стандартов было изменение. Глобальный уровень не только разработал принципы и критерии, но разработал еще и индикаторы для глобальной, которые можно менять. И это было сделано потому, что очень по-разному в разных странах воспринимаются эти глобальные стандарты и вот хотели сделать их как бы более похожими. Но на самом деле это полностью провалилось, но вот это увеличило эту прескриптивность, потому что уже сверху не только падало то, что обязательно применить нужно, вот этот скос, но и то, как его применять. Там масса всяких кому применять. Например, к местным сообществам, а не только к коренным народам. Но, в общем-то, некоторые страны сумели избавиться от каких-то требований и исключить какие-то вот эти общие индикаторы. Но Россия полностью приняла практически, хотя, конечно, видоизменила. Ну вот эта же схема, но более как бы схематично изображена, с глобальным уровнем. И вот я сегодня в основном буду говорить о взаимодействии вот этого уже на российском уровне вот в группе, которая разрабатывала стандарты. Она называется Standard Development Group, ну а в России ее называют техническим комитетом. Ну, при участии Совета директоров. Вот. И, значит, форум, все члены ФССРоссии могут участвовать, комментировать. И потом тестирование происходит на Земле. Ну а потом, когда стандарт принят, то уже не только тестирование, а его применение происходит на Земле. Но в данной работе я до этого еще не дошла, поскольку стандарт только приняли в сентябре. То есть это в будущих исследованиях. Если мы вернемся к Хагарту, то вот Power Over Companies, то есть над компаниями, соответственно, вот спускает массу требований. Естественно, что экономическая палата, которая входит в разработчики, будет стараться что сделать? Во-первых, уменьшить применимость его, то есть уменьшить скоп. И, во-вторых, его ослабить, как только можно. Потому что действительно этот стандарт несет громаднейшие транзакционные издержки. Он действительно трудный. И как бы компания не хотела быть социально ответственной, то им тогда просто надо нанимать социальных экспертов, провозить тренинги, реорганизовывать все предприятия. Очень тяжело. Ну а, естественно, социальные эксперты, обрадовавшись, что наконец-то можно помочь коренным жителям и местным сообществам, стараются наоборот увеличить вот этот скоп, увеличить применимость стандарта и стараются с полной полнотой отнестись к тому, что сходит снизу, что сходит от глобального уровня. И вот всю эту прескриптивность, устрожающее, принять как данность. Ну а экологическая палата в данном исследовательском случае просто разделилась. Часть была больше на стороне компаний, были ярые люди, которые очень здорово и эффективно поддерживали социальную палату. Вот если посмотреть на этот процесс, ну вот с точки зрения вот ужесточения, флексибилити и скоп. То есть вот эта вот операционализированная схема, где у нас только тестирование стандарта, основное действие и властное происходит вот между глобальным и национальным. И вот здесь большую роль играет вот эта стендерд девелопмент группа, которая здесь у нас. Компании, что они стараются? То есть все стремятся к прескриптивности в России, хотя в основном вот в Канаде, в Швеции, наоборот, все стремятся к флексибилити, то есть к гибкости стандарта, потому что тогда на месте можно решить. Здесь же, как социальная палата хотела прескриптивность на ужесточение, а экономическое на ослабление. И вот властные игры были, ну, на эту тему очень бурными. Как же это происходило? Вот этот вот слайд как раз показывает, ну, немножко ближе к полю. То есть вообще в России социальная палата очень маленькая, вот она здесь по масштабу гораздо меньше. Вот экономическая палата просто громадная, потому что в нее входят все держатели сертификата, а у нас все крупные холдинги сертифицированы. Плюс у них очень много ресурсов, ну, поскольку это экономические акторы. Ну, и экологическая палата тоже немаленькая, потому что крупные экологические организации, в общем-то, существуют и в России, и везде. А вот социальными организациями в России очень плохо, потому что у нас много социальных организаций, которые занимаются ВИЧ-инфекцией, там, бездомными, приютами, детьми, у которых рак, но совершенно мало таких, которые занимаются защитой прав местных сообществ в лесных поселках. То есть практически это маленькая горска экспертов, которые действительно, ну, они очень такие включенные и готовые бороться за права коренных народов и за права местных сообществ всеми силами, не жалея, там, себя. Ну, что же хочет сделать экономическая палата? Ну, во-первых, она мобилизует ресурсы очень сильно. То есть на что они направлены были? Во-первых, они очень сильно старались уравнять требования сертификации с российским законодательством всеми возможными способами. То есть на это было положено просто масса усилий. И вот что они хотели, что всех абсолютно поразило, то, что они хотели сделать новый стандарт еще слабее того, который уже был принят в России. То есть не только его ужесточить, не ужесточить его по сравнению с тем, который действующий сейчас, а еще ослабить даже по сравнению с тем, каким он был. Вот как они это делали? Во-первых, ну, вы все знаете, что у нас коренные народы, признанные в государстве, это коренные малочисленные народы севера и дальнего востока. По лесной сертификации, по старому стандарту, коренные народы, ну, это фактически по самоидентификации. То есть они должны проживать на территории долгое время, вот, они должны вести традиционный образ жизни. Но любая группа, например, поморы в Архангельской области, там, какие-то особые группы в Коме, ну, кто угодно практически, если у них есть какая-то община зарегистрированная или даже не зарегистрированная, они могут сказать, что мы коренные народы, вступить в списки коренных народов и стать держателями прав. По старому стандарту, даже староверы России тоже относились к коренным народам. То есть, ну, российские, по российскому стандарту коренным народам, он как бы был очень близок к международному пониманию коренных народов, только что у нас не было колонизации. Но на самом деле, вот, коренные малочисленные районы народа проживают сильно на севере и значительно меньше их на лесных территориях. Поэтому для России действительно очень важен расширение вот этого списка по сравнению с российским законодательством. И вдруг компании начали нанимать юристов, которые и этнографов, которые не понимают лесной сертификации, которые всю жизнь работали, проводили этнографические исследования с коренными малочисленными народами и как бы пытаются провести свои тренинги и как бы пытаться пролоббировать то, что в России тоже нужно признавать коренными, только коренные малочисленные, что сразу уменьшит применимость. То есть скоп, колоссально уменьшит применимость. Вот. Значит, далее. Экономическая палата мобилизовывалась на коллективные письма с громадным количеством подписей, посылая их в разные инстанции, в том числе и в ФСИН, ну, в основном в Россию, конечно. Вот. Ну и, кроме того, обращалась к глобальному уровню, пытаясь как бы изменить стандарты путем обращения вот к тем, откуда они пришли. И больше всего здесь отказалось такое трансграничное влияние, поскольку Швеции после долгих дебатов решили, что у них только фактически самые являются коренными народами. А жители, которые, ну, занимаются рекреацией практически в лесах, они, у них не коренные народы. То есть они сумели исключить из этого способа всех практически, ну, всех, кто не признан коренными. В Канаде все палаты почему-то решили тоже, что у них только действительно коренные народы, это коренные народы. Никаких там самоидентификаций, никаких местных жителей. Причем и социальные эксперты были тоже с этим согласны. И вот тогда, когда в России узнали о том, что в Канаде и в Швеции удалось избавиться от применимости СПОС к местному населению, тут, значит, появились новые-новые раунды переговоров, и все труднее и труднее было как бы оставить местное население в числе держателей прав. То есть, но, вот в конечном итоге, несмотря на эти, то есть даже пришлось на глобальный уровень повести весь совет директоров, потому что было недоверие со стороны экономических палат к офису ФССР России. Они считали, что офис сам навязывает им какие-то правила, и что это даже не спущено с глобального уровня. И вот весь совет директоров, экономическая, экологическая, социальная палата ездили в БОН и проводили совместное заседание с ФССИ Интернешнл. Но все равно практически после всех этих долгих дебатов стандарт был принят, и в него был включен СПОС как для местного населения, так и для коренных народов. То есть те люди, которые не являются коренным народом, но живут в далеких деревнях, занимаются традиционным образом жизни, охотой, рыбалкой, и являются держателями, от которых зависит их проживание зимы или круглосуточное, и которые не работают на других работах, к ним применен СПОС. Ну, они могут немножко работать, но для которых основным является их традиционный образ жизни. При этом очень при всех этих долгих дебатах и при всех этих властных играх удалось экономической палате все-таки сделать прескриптивность так, что достаточно исключительные группы, то есть предписанность стандарта, так что достаточно исключительным группам все-таки применим в СПОС. То есть небольшое количество групп местного населения и, конечно, все коренные народы. Вот как раз применимость в плане, вот через прескриптивность именно, потому что там было прописано, что, какие критерии должны быть для применимости СПОСа. А вот если смотреть вообще на кому он относится, то осталось, что коренными народами являются те, кто самоидентифицируется, и из них исключили только староверов, поскольку староверы, как бы только эксперты защищали их права, а сами они не участвовали в процессе, и они никак не проявляются, ну и поэтому практически их исключили из стандарта. Но вот в целом получилось, что новый стандарт оказался строже предыдущего, более прописанным, более таким четким, с немного уменьшенной категорией граждан, но в целом, в общем-то, с большим трудом был достигнут консенсус. Ну вот меня же, нас всегда интересует, как же так получилось, что вот такое количество экономических акторов при стольких ресурсах, при стольких мобилизаций, вступая в сгорской маленьких социальных экспертов и при слабой поддержке, ну, некоторые активисты были не слабыми, конечно, но при незначительной поддержке экологической палаты все же, ну, смогли добиться достаточно строгого стандарта. То есть это произошло потому, что если бы российский стандарт не был принят, то по правилам ФССР просто переводят вот этот вот стандарт с глобального уровня, какой он есть. И тогда бы на Россию свалился не только СПОС, а еще масса-масса требований, которые не столько чтобы жесткие, но они будут просто неприменимы. И это было бы для компаний просто страшный сон. Поэтому во что бы то ни стало нужно было принять стандарт, чтобы не попасть под ту ситуацию, когда глобальный просто переведут на русский язык и все. И дальше начнется потеря сертификатов массовая. И тогда, когда они поняли, что это просто борьба практически невозможна, потому что глобальный уровень не поддерживает такую инициативу ослабления стандартов. Ну вот это я уже сказала. И, значит, как же мы можем это с социологической стороны еще пояснить? Ну вот здесь очень важно для понимания, почему же в этом сети, организующие управление, почему же в этом governance generating network, почему же все-таки экономическим акторам трудно победить какие-либо другие. Но здесь это как раз все по гидденсу, структура и действия. То есть структура ФСС устроена так, вот по палатному принципу, как на глобальном уровне, так и на национальном уровне, так и в любом процессе. То есть в любом процессе здесь, хотя у нас экономическая палата большая, но участвует три человека в разработке стандарта. В экологической три и в социальной три. И точно так же в совете директоров. То есть экономическая палата может при комментариях сделать в там 100 подписей, но голос все равно, у каждому стандарту одно замечание, в там 100 подписей хоть одно, но котируется одинаково. И вот как бы ФСС, поскольку работает в разных-разных странах, смог предусмотреть такую вот структуру и действия, при которой практически властные обладатели ресурсов экономические не могут противостоять и должны достигать консенсус с другими заинтересованными сторонами. Ну, конечно же, его ослабляя, конечно же, его адаптируя. И вот был принят более строгий стандарт. Более предписанный, с немножко меньшим применимостью, но значительно строже. И вот что же сейчас, в чем в основном трудность для его применения? Трудность в том, что когда проводилось тестирование, то есть когда проводилось вот тестирование вот в этих местах применения, это тестирование было организовано в основном социальными и экологическими акторами. То, в общем-то, было понятно, что не с кем подписывать это соглашение, потому что если, ну, еще в коренных народах можно найти общину коренных народов. А вот если ты приездишь просто в какую-то далекую деревню, и там растут, живут российские жители, то администрация не может подписывать, она не соображает в лесных отношениях. Это должны быть какие-то вот грибники, охотники или вообще кто-либо. Да у них должен быть еще какой-то процесс. То есть в КОМе, там, где работают социальные эксперты, в таких вот деревнях есть лесные советы. И там это легко, потому что тогда есть лесной совет, он может подписать СПОС. А в других местах, получается, по всей России их надо создавать. А вот это, опять же, громаднейшая трудность для компании. То есть их надо тренировать социальных экспертов, вводить их в штат, распускать по деревням, создавать эти советы. То есть фактически инициировать локальную демократию. Вот что и просят компанию сделать. То есть им надо в недемократическом обществе развить местную демократию с демократическими способами принятия решений, которая могла бы им помочь выделить из рубок те места, которые они не могут рубить, которые нужны коренным народам и местному сообществу. Вот поэтому было такое великое сопротивление. Ну, я думаю, что на самом деле это сопротивление будет продолжаться. Несмотря на то, что процесс принят, ну, как бы будет продолжаться лоббирование экономических авторов каким-то способом тем или иным его ослабить. Ну, это как бы дело будущих исследований. Мы посмотрим, как это будет развиваться событие. А пока вот следующий год будет переходным. И этот стандарт принят. И компании обязаны будут его принимать после переходного периода. И, естественно, они будут тестировать и думать, как это сделать лучше и как выйти из этого положения. Ну, в целом, в заключение я могу сказать, что вот мы видим, как глобальные стандарты тяжело как бы входят в российские реалии институциональные, организационные, экологические. Но на самом деле это не только в России. Это везде так. Если стандарт сильно абстрагирован на глобальном уровне, в ядре глобального дизайна, он может только абстрагироваться. Иначе он не будет применимым для всех стран. Но в некоторых странах государство поддерживает лесную сертификацию. Например, в Беларуси. Вот, экономические акторы, как бы, они же государственные. То есть там и телеспромхозы остались. И они взяли и в национальное законодательство сделали соответствующее, такое же, как сертификация. Ну, вот у них сразу вся сертификация пошла. Несмотря на то, что у них нет демократии. И хотя у них практически Лукашенко, но на местном уровне они скажут через комсомольскую там организацию, которая существует, а ну-ка все пришли на собрание голосуем, и все придут. Ну, естественно, в России это невозможно. В Боливии пытались тоже так же точно через государство взять и принять законы, которые бы соответствовали. Но там все сертификации отбирают, потому что у них нету применимости строгой. Поэтому это дело не пошло. Убирают Беларусь и сыграло. Ну и практически везде идет такое вот сопротивление глобальному стандарту. Так что Россия здесь совершенно нетипична. Вот мы видим то, что видим в других странах. Но что вот интересно, что так же, как в других странах, нормативная власть, которую практически обладают гражданские акторы, может победить экономическую власть с большими ресурсами. И это тоже Россия, ну, в общем-то, как и везде. Вот. Ну, и дальше мы будем смотреть в будущих исследованиях, как вот этот способ будет применяться в разных регионах России или какая дальше будет разворачиваться динамика между властными структурами. Спасибо за внимание. Мария, спасибо. Давайте перейдем немедленно к выступлениям дискуссантов. Пожалуйста, начнем с Анастасии. Мария, спасибо большое за выступление. На самом деле оно поднимает очень много вопросов применительно к сфере природы пользования и так далее. Именно к презентации и, ну, не к тексту, но в целом. Очень интересно, возможно, будет потом посмотреть, как бы, в чьих интересах тогда продолжает реализовываться эта программа у нас, почему ее настолько пролоббировали, если она настолько невыгодная и настолько тяжело реализуемая, учитывая, что, да, в России как бы вот этой местной самоорганизации в каких-то институтах, по крайней мере, очевидных, официальных, их мало где можно найти. Вот почему. И к тому же, учитывая, что во многом в регионах, особенно вот в отдаленных поселениях, в территориях, там, сельской местности, где богатые природные ресурсы, люди в основном в том числе и неформально осваивают эти ресурсы, вообще захотят ли они самоорганизовываться и как-то выходить и подписывать какие-то соглашения, это вторая вот проблема, с которой могут столкнуться, помимо того, что этих институтов нету, то есть, в принципе, может не быть желания. Вот, потом по поводу того, что еще не ясно, как будет с местными, вы говорили об этом в презентации и также в тексте у вас упомянуто, вернее, в тексте упомянуто, что исследование сфокусировано на активных участниках и то, что оно не сфокусировано на коренных, нет в нем репрезентации голоса коренных народов, следительствует о том, что они, в принципе, мало вовлечены, и вот здесь тоже сразу возникает вопрос, почему же так происходит, то есть, это действительно объективная реальность, что, ну вот, да, то, что у нас коренные народы необычные или это именно, а, это говорится про Россию, вот, в принципе, сейчас пояснили, поэтому вопрос отпал, но, тем не менее, хотелось бы, наверное, в тексте про это чуть больше, ну, понять, понять, почему, как бы, это утверждение приводится, вот, еще немножко не хватило, наверное, помнить дологи, то есть, я правильно, если я правильно понимаю, это были все-таки экспертные интервью, в которых с людьми разговаривали, чтобы понять детали процессов, которые происходят, то есть, это, ну, как это кодировалось, то есть, это были не попытки выявить их смысловые категории, а вот именно понять, как реализуются программы, вот, немножко про это не хватило, вот, и возникли вопросы про местное сообщество, да, вот то, что вы перечислили ряд характеристик, ну, то есть, вот, когда, когда говорилось о местном сообществе, на которое будут применяться эти нормы, там, стандарты, но вот тоже в самом тексте не хватило определения, и, конечно, сразу поднимаются вопросы, а что такое, а каковы границы этого сообщества, что такое удаленность, как это в разных странах, то есть, это же тоже, вероятно, по-разному будет определяться, и что будет, и, да, что будет происходить, если, например, местное сообщество полностью состоит из коренного, коренного малочисленного народа, и, вот, это немножко просто про определение. И по поводу того, что вы писали и говорили сейчас про самоопределение, здесь, возможно, ситуация, по крайней мере, для России, она достаточно характерна, когда жители специально ради того, чтобы получить определенные привилегии в использовании природных ресурсов, регистрируются как, например, малочисленный, например, народ, например, там, на Алтай, у людей, может быть, их реальная там национальность, это алтайцы, но они записаны как малочисленные народы, там, не знаю, селингиты или челканцы, чтобы вот как раз получить доступ к ресурсам, то есть является ли это проблемой, и были ли вообще вокруг этого какие-то размышления, вот, и еще просто хотелось сказать про, а, то, что в тексте, я не знаю, были ли схемы ваши в тексте изначально, вот, но их бы хотелось увидеть, потому что отворян, который я читала, он был без схем, мне кажется, особенно учитывая, что вы, как бы, строите эти сети, очень полезно для понимания было бы посмотреть именно на визуализацию. Вот, в принципе, у меня все, спасибо вам большое, еще раз, спасибо за выступление, очень интересная тема, посмотрим, во что же разовьется этот проект. Можно ответить? Давайте вторую, а потом, да, у вас будет возможность отреагировать. с статьей спасибо, Александр, прошу. Слышно, да? Хорошо, спасибо, значит, ну, я буду, соответственно, реагировать на прочитанный текст, вот, как бы презентация кое-что прояснила, вот, безусловно, но я, как бы, абстрагируюсь, как будто ее не было, да, я выскажу какие-то свои, в основном в форме вопросов отнесусь к прочитанному тексту. Ну, я так понимаю, это какой-то драфт готовящейся статьи, вот, ну, понятно, что статья сильная, вот, безусловно, будет там принято и опубликована, структура четкая, тезис, аргументация, все на месте, вот, структура прям вот четко повторяет именно теоретические элементы, вот эти вот слои, которые на теоретическом уровне были обозначены, и они на примере, вот так вот по тексту и идут. Вот, на самом деле, несмотря на такой, наверное, неизбежно такой порой канцелярско-бюрократический язык, вот из-за этого огромного количества сокращений, там, АБВГД сказала, ёпэрэсээээ, что ваши ЕКЛМН-стандарты не соответствуют, вот, ну, с этим сделать, конечно, вряд ли что-то получится, вот, но, несмотря на это, да, я с большим интересом прочитал статью, и она мне, как новичку в этой теме, заставила даже подойти к холодильнику, действительно, посмотреть на пакет с молоком, вот, и я там, действительно, эту метку таки увидел, вот, потом зашел на страничку вот этого лесного совета, где они с гордостью говорят, что, вот, видите этот логотип, но вот, теперь вы не сможете его развить, вот, ну да, я потом еще на какой-то там пакет сока посмотрел, и там он есть, вот, так вот, вот, значит, ну, вообще, для меня, да, это статья, как такая хорошая иллюстрация того, как работают эти самые международные организации, вот, и как они там принимают, продавливают какие-то нововведения, новые правила игры, как происходит одновременная попытка как-то централизации, надавливания на местах и одновременное сопротивление на этих местах, вот, то есть она не только про лес, а и про про то, как работают международные организации, вот, единственное, что, да, конечно, эта статья, она иллюстрирует не всю теорию, представленную целиком, да, вот этих вот управленческих сетей, а лишь один его кусочек, да, в основном там про взаимоотношения центрального офиса, вот этого лесного совета, нет, совета, да, я его постоянно называю лесным союзом, что как-то меня это сразу относит к эльфам Средиземья, вот, да, лесной попечительский совет, да, вот, и его российским отделением, вот, ну, и теперь я как новичок, вот, я себе раз, два, три, четыре, четыре каких-то темы, да, выделил, по которым у меня накопилась куча вопросов, потому что, ну, я не совсем в теме, вот, и они с неизбежностью возникают, просто тут, ну, безусловно, не обязательно реагировать на все, все вопросы, да, как говорится пословица, один дурак может задать столько вопросов, что там мудрецов не ответят, вот, другое дело, что, ну, смотря для кого это написано статья, если она написана прямо вот для коллег лесоводов, то тогда, наверное, к черту подробности, они и так их все знают, да, и приступим сразу к теме, а если она написана для более широкой аудитории, то там, конечно, человек начнет теряться, вот, и, как бы, вроде общая канва будет понятна, но внутри всегда останется такое впечатление, что, ну, детали-то как раз и не понял, вот, а статья как раз и претендует на то, что, да, вот, показать в деталях, как это происходит, да, там же, вы сами пишите, что, ин-депс, ин-депс, да, что вот мы в деталях покажем, как система работы, а если, ну, не понимаешь каких-то вещей, то и возникает ощущение, что, ну, да, ты прочитал, но ты все равно не понимаешь, и, значит, первая, да, первая большая тема, я ее назвал просто матчастью, да, ну, вот, я новичок, да, вот, то вот этой матчасти не хватает, и по мере продвижения по статье, я как примерно складывал, вот этот вот пазл, вот, какое-то понимание приходило, но оно как бы приходило по мере того, когда вы обсуждаете свою генеральную линию, вы там и даете какие-то, ну, указания про то, как это вообще система устроена, и вот оттуда я как-то вот начинаю складывать, вот, но первоначальное понимание было, как будто я вот пришел в незнакомую местность, совет какой-то лесной, там еще там чего-то, вот, значит, ну, например, да, значит, кто вообще входит в этот лесной, лесной совет, вот, кто там участники, да, как там решения принимаются, вот, кто такие вот эти самые стейкхолдеры, о которых вы говорите, да, ну, вот, хотя бы пример, кто эти заинтересованные стороны, это только эти лесопромышленники или еще кто-то, там вот в презентации, вы скажете, там эксперты есть, да, это не коммерческая организация, да, стейкхолдеры, стейкхолдеры, а кто они, вот, приходится додумывать для себя. Дальше, да, значит, чем, собственно, этот лесной совет важен для производителей, да, они, они дают сертификаты, да, но что эти сертификаты дают этим производителям, почему все за них так держатся, вот, опять же, ну, можно себе додумать, ну, если это будет, вот, прям четко сказано, да, что вот, они вот по зарез нужны потому-то, потому-то и потому-то, и если, допустим, у этого какого-то производителя не будет этого сертификата, там, ему будет полная хана, убытки у него будут, там, такие-то, такие-то, ну, чтобы вот действительно у читателя возникло, ну, ощущение, что да, действительно, это вот прям по зарез важный для них. Вот, значит, насколько велико влияние этого самого союза, да, ну, и вообще в мире, и у нас, да, вот, в России, идет ли речь только об экспортерах леса в Европу, а, допустим, Китай, вот, нужны ему эти богоугодные значки на, или нет, или может там, ну, и ладно, вот, масштабы, да, вот у вас презентации, это есть, ну, в тексте-то нету, вот, поэтому приходится додумывать, да, о какой, ну, это действительно для России глобальная проблема, или это, ну, какая-то частная там вещь, вот, важная для каких-то отдельных производителей, а существует еще огромное море вот этих вот лесопромышленников, в котором до балды вообще весь этот лесной совет и прочее. Вот, дальше, да, что значит вот эти сертифицированные лесные зоны, почему зоны, а не компании, то есть, кого сертифицируют, все-таки сами леса или компании, то есть, вот, ну, такие вот вопросы, которые условно, да, я назвал матчастью, они всегда как-то, ну, мешают воспринимать их. Вот, значит, дальше, каковы взаимоотношения между центральным офисом этого совета и отделением в разных странах, то есть, там как, это отношение приказа и подчинения, это эти офисы на местах просто берут под козырек, вроде, из прочитанной статьи получается, что нет, да, у них какая-то определенная степень свободы есть, да, ну, вот, если об этом заявить вначале, вот, как у них это устроено, то, наверное, ну, воспринималось бы более, ну, более понятен был бы текст. Дальше, вот эти вот комитеты или палаты, да, в рамках лесного совета, статьи, они были заявлены, но я так и не понял, откуда они взялись, вот, чем занимается экономическая, социальная, экологическая палата, кто туда входит, каковы взаимоотношения между ними, какова их роль в процессе принятия решений, вот, тоже это все приходится додумывать, вот, вот, и, может быть, какой-то нужен отдельный раздел, вот, с этой смотчастью, вот, а может, и вообще это все не надо, вот, потому что текст написан для узких специалистов, иначе это будет просто жрать место и драгоценные, там, печатные знаки, вот, и прочее, вот, но для, да, для вот широкой аудитории типа меня, конечно, да, вот эти вопросы, они с неизбежностью возникают, ну, тут ответ понятен, иди читай литературу, как бы, ну, ну, да, вот, дальше, значит, следующее, это что касается содержания правил, вот, о которых в статье написано, значит, опять же, не показаны детали и примеры, собственно, прошлых и новых условий договоров с коренным населением, то есть, а что было до этого, хотя бы, ну, какие-то детали, примеры, чтобы было понятно, о чем идет речь, вот, сравнение, что было, что стал, вот, кто, что в результате этих договоров получает, ну, понятно, что коренные народы получают какие-то ништяки, ну, какие, вот, и каковы эти самые международные индикаторы, вы сказали, что, ну, это такие конкретные индикаторы, и они специально создавали для того, чтобы как-то унифицировать весь мир, привести его там под одну гребенку, вот, чтобы они были жесткие, чтобы все ими исследовали, ну, пример хотя бы одного индикатора, потому что, ну, как бы, читаешь, не понимаешь, вот, о чем речь. Дальше, опять же, ну, хотя бы обрисовать порядок издержек, которым приводят вот эти новые правила об информированном согласии. Действительно, они больные, ну, или, или, или не совсем, чтобы понять. Понятно, что это неудобно, да, этим капиталистам, но насколько неудобно. Дальше, что значит адаптация к местным условиям? Вот, опять же, хотя бы какие-то примеры, вот есть условия там, там, в Амазоне и там, в нашей тайге или в Канадской. Хотя бы какой-то пример, когда вот это общее правило адаптировалось к тому или иному условию, чтобы было, ну, какое-то хотя бы понимание, о чем идет речь. Вот. Так, дальше про процесс принятия решений. Значит, здесь, ну, например, да, заявлены, да, различные позиции вот этих палат, экономической, социальной и экологической, но, собственно, сам процесс их борьбы и дискуссии не особенно показан, да, ну, просто заявлено, что у этих одна позиция, у этих другая, а у этих третья. А как вот коммуникация между ними происходила, там, какие аргументы были, кто кого в итоге там поборол и прочее. И так осталось, опять же, ну, безусловно, из-за незнания мной матчасти, так осталось непонятно, почему эта экономическая палата была против. Хотя, вроде, в тексте, да, прямо есть предложение о том, что она была против, там, потому-то и потому-то, но все равно осталось непонятно. То есть, из кого она состоит? То есть, там непосредственно этот бизнес, то есть, представители бизнеса или какие-то там люди, которым там этот бизнес их подкармливает, чтобы они лоббировали их интересы. Вот. Просто из-за незнания этого, ну, возникает непонимание, почему вот экономическая палата на этот раз была против. Дальше, с национальным законодательством. Как оно соотносится с правилами этого самого лесного совета? А вот, почему к нему стали апеллировать, к этому самонациональному законодательству? Ну, вроде, как я понимаю, ну, есть некоторый договор. Вы, то есть, бизнес, соблюдайте правила, которые мы написали, а мы вам клеим лейбл, на вашу продукцию, что вы хорошие. Вот договор. Соблюдайте правила, получайте сертификацию. А при чем здесь национальное законодательство? Почему к нему апеллировать стали? Вот, опять же, из текста не совсем понятно. Так, значит, в конце, что еще? контекст, да, вот, еще одна тема, да, то есть, контекст, вокруг уже, вот этого самого лесного совета. А как вообще был достигнут компромисс по поводу предыдущих правил? Ведь предыдущие правила тоже когда-то были новые. Ну, вот, те, которые сейчас старые, они когда-то были новые. вот, вот, это происходило точно так же, как это происходит сейчас или как-то по-другому? То есть, как-то отработаны или там механизмы принятия решений в этом совете? Если там какая-то, не знаю, традиция своя, вот мы принимаем решение вот таким-то образом. Или каждое новое нововведение, там и процедура его принятия, она новая. Вот. Потом, да, понятно, что в данной статье описана именно борьба за формальные правила, но скорее всего после принятия любых формальных правил начинается тоже некоторая игра по поводу того, а как мы будем с этими формальными правилами жить? Вот. Как мы там их будем обходить или там как-то адаптировать, еще чего-то там с ними делать? Вот. И скорее всего, да, ну, как бы борьба за формальные правила на заднем плане всегда все понимают, вот, нам нужны скорее такие формальные правила, потому что мы уже знаем, как мы с ними будем работать потом. Вот. То есть и если вот вообще в этой системе лесного совета какое-то уже устоявшееся традиционное соотношение формальных правил и способов их обхождения, ну, о чем как бы все, ну, все знают, но все как бы, ну, умалчивают. Ну, и последнее, это, собственно, какова динамика, собственно, влияние самого этого лесного совета. Ну, если это условно его называть неким аналогом ВТО, то есть, ну, некоторая международная организация, которая устанавливает какие-то правила, вот, то, то есть с течением времени его влияние уменьшилось, увеличилось, потому что я помню, что сколько у нас здесь было разговоров, надо ли вступать в ВТО, не надо ли вступать, или если надо, то на каких условиях, ну, и где сейчас ВТО, кто его вообще вспоминает. Вот. Там, торговые войны идут, нормально, все плевали на это ВТО, а что, как бы, с лесным советом происходит. Вот. Это, ну, что касается этого контекста. Вот. И и по мелочи. Вот. Что я там осталась. Вот. Мне кажется, что стоило бы, наверное, с самого начала сказать, да, что вот именно в статье будет описываться вот эта вот связка центрального офиса и регионального, потому что это уже становится понятным только по ходу прочтения. То есть сначала заявляет, что мы вот опишем всю эту систему, вот, а потом коренного усиления нету. да, вот она сфокусирована вот на этом. Если просто, чтобы читать ложных ожиданий не возникало, можно просто сразу сказать. Вот. Дальше вот там вот эти были хайлайты, да, после ключевых слов. Вот два последних не совсем понятны. То есть вот как бы вот если читать все подряд, да, то есть первые хайлайты из аннотации вытекают. Последние два вот просто непонятно, о чем они были. Вот. Дальше значит в тексте заявлено, что было 26 интервью проведено, а в таблице 23, если сложить цифры. Вот. То есть наверное какая-то опечатка. То есть вот если последнюю клеточку с 8 международным интервью отнять, получается 23. Вот. И потом мне кажется, что раздел 4-5 ну наверное еще не дописан, Вот. Потому что он как бы там вопрос ставится широко, а там два абзаца ну явно они не отвечают на поставленные подголовки. Ну наверное все вот у меня. У меня все сейчас. Спасибо. Александр, спасибо большое. Мария, пожалуйста, вы хотели отреагировать на то, что вы сочтете необходимое. Спасибо большое за ваше замечание. Ну по лесной сертификации у меня есть книжка 300 страниц. там вся эта матчасть конечно есть. Вот. И эта работа была сделана для Forest Policy and Economics. Она прошла ревью, теперь надо revise resubmit с маленькими изменениями. Ну и мы ее туда сдали. Вот. И еще не получили ответа от рецензентов. Так что когда получим ответы, мы можем какие-то особенно мелкие замечания и ваше за одно честь. Так что большое за них спасибо. Ну вот что бы я хотела сказать. Во-первых, я всегда обижаюсь, когда это FSC называют международной организацией. То есть это громаднейшая сеть и это как бы сеть, которая организует устойчивое развитие, ее нельзя сводить к организации, потому что и вы можете стать ее членом и точно так же принимать решения. То есть это практически вот что такое глобальный офис? Это то, ну кого выбрали, кто участвует добровольно в рабочих группах, кто участвует в генеральной ассамблее, то есть это активисты практически экологические и социальные, а экономическая палата, это, конечно, компания, держатели сертификата, наиболее активные входят в разные советы, принимают решения, а другие просто работают, но это никаких других бизнесов или каких-то экономических акторов других нету, то есть это те, кто эти правила должен применять, плюс еще их аудиторы, они тоже относятся к экономической палате, вот, то есть эта сеть очень демократичная, то есть практически вот я своим студентам сказала, голландским стать членами учительского совета, ну и все, и они там принимают решение, готово дело, вот, по этой лесной сертификации где-то больше 500 диссертаций защищено, поэтому я как бы немножечко испугалась так немножечко эту матчасть-то расширять, потому что, ну это просто очень широко известно, так же, как все сертификационные системы, и практически она входит во все общие образовательные курсы экологические о глобальной политике, потом по ней есть учебники в России тоже, то есть она во всех лесных вузах есть, и есть популярные книги для общих читателей, есть книги для местного населения, то есть практически во всех сертифицированных территориях всем людям раздают брошюры с их правами, с картинками, что... Вот мне не раздавали, я прошу прощения. Нет, ну это интересно, что кто-то об этом не знает, поэтому мне... Ну да, вот здорово, теперь социологи тоже будут в этом немножечко разбираться. Значит, ну кто такие стейкхолдеры, это все участники лесных отношений, да, их очень много, но практически кто принимает решения, это те, кому вот этот стейк есть, кому это надо, вот, то есть это защитники прав коренных народов, это социальные эксперты, вот, со стороны социальных палат, экономические, соответственно, активные компании, громадные холдинги в России, ну которые практически хотят влиять на политику, они же активны на международном уровне, и они же активны на национальном, то есть если мы возьмем какую-нибудь Сторенсу или Икею, она будет и на глобальном уровне, и в России, так что нельзя сказать, что, то есть на самом деле вот это вот снисходящее топ-даун слетание чего-то сверху вниз, оно как бы чисто на уровне восприятия, на самом деле это все информация о том, как строить стандарты, берется снизу, из лесов, она поднимается вверх, а дальше ее, естественно, нужно абстрагировать, иначе она просто никак не будет для всего мира годна. Ну, значит, почему зоны или территории? Ну, потому что сертифицируется лесоуправление на определенной территории, то есть у нас земля принадлежит государству, значит, компаний у нас арендуют, арендаторы, вот, и на этой арендуемой территории, вот эта арендуемая территория сертифицируется, то есть они получают, то есть сертификат получает сама компания, но на лесоуправление этой территории, и они на этой территории должны следить, чтобы не было нелегальных рубок, чтобы сохранялось разнообразие, чтобы на делянках оставляли там ключевые биотопы, чтобы оставляли ценные экосистемы, это я вот рассказываю какие требования-то, вот, чтобы все поселки были проконсультированы, это еще в старом стандарте, чтобы со всеми провели консультации, и чтобы население местное могло выделить леса, которые для них значимы, чтобы все охотничьи угодья были найдены на карту, вот, чтобы поддерживалась инструктура местных поселков, поэтому, поскольку сертификация у нас с начала двухтысячных годов идет в России, то, соответственно, те люди, которые живут на сертифицированной территории, знают свои права, и поэтому, в общем-то, я уже отвечаю на вопрос Анастасии в какой-то мере, поскольку это настолько давно и настолько долго, то я бы сказала, что эти компании уже развили там вот эту местную демократию, которая, в общем-то, посильнее будет, чем какая-либо другая. Вот это местное самоуправление, то есть, тогда, когда, скажем, в школах, в каких-то краеведческих кружках, там, охотников, когда им предлагают выделить значимые для них леса, то они на это легко отвлекаются, отвлекаются. Вот в начале 2000-х годов, когда их звали на разные собрания, то они говорили, ой, а я смотрю Сауп-Оперу, ой, а у меня там дети, или еще что-то. Сейчас практически, когда приезжает компания в поселок, они понимают, что они могут многое получить, и все, у кого есть интерес к этому, на собрание приходят и слушают про эти все планы лесоуправления, которые компания должна донести, выделяют эти места значимые для них, входят в диалог, но это работает не везде. Конечно, в Иркутской области, там на Дальнем Востоке хуже гораздо. Вот на европейской части, поскольку очень много экспертов, их тоже, ну, взрастили уже через эти многие годы, с начала 2000-х годов, да, вот наших за 20 лет уже вырастили массу экспертов, которые работают либо в университетах, либо просто работают консалтинге на компании. Вот. А активных людей не так много. То есть это вот я, скажем, была и аудитором, и социальным экспертом, и мобилизовывала сообщество в рамках разных проектов. И поэтому, ну, они как бы вот те же самые люди, они как бы входят в разные институты, связанные с лесной сертификацией, и это громаднейшая теть, которая есть. Ну вот, дальше что? вот эти договоры, это вот как раз что изменилось с этим способом? Это то, что нужно подписывать договор, а договор подписывать не всегда есть с кем. Вот. Ну вот, как Анастасия сказала, действительно, несколько раз были такие инциденты, когда группа жителей, например, в коме объявляла себя группой коренного народа, а на самом деле это были там бывшие работники лесничества, какие-то нелегальные охотники или еще, но это, в общем-то, единичные случаи, то есть я таких знаю, штук, наверное, 15 за историю 20-летняя, но именно этого и боятся компании, то, что как только окажется договор на бумаге, так найдутся манипуляторы среди местных сообществ, которые будут требовать что-то от компании неформально. Вот вы сказали, что здесь есть, конечно, формальные правила, есть неформальная сторона, то есть в этой статье я пыталась разобраться только о переговорном процессе и о том, как вот он шел, но вся неформальная сторона, конечно, будет, то есть это масса неформальности, неформальность вот в жизни, ну, очень большая неформальность между аудиторами, например, и компаниями, то есть вот я была аудитором, мне раз там подарят ведро с морожки, например, вдруг, или там поведут в ресторан, где под этим самым под полом стеклянным акулы плавают, да я в такой в жизни не ходила, где Кока-Кола там 3000 стоит, вот, ну, как бы у нас есть внутренний договор среди аудиторов, но если не деньги, а вот так вот услугу, ну, пригласили, ну, и пошли, а тогда еще строже с них спрашиваем, ну, чтобы неповадно было, это тоже работает, на самом деле, ну, может, не у всех аудиторов, случаи коррупции были выявлены на Дальнем Востоке, ну, было, да, но они не повсеместные, то есть вот между аудиторами и компаниями, неформального между сообществами и компаниями тоже, ну, просто тьма, тьмущая, очень часто администрации говорите, вот, вот, почините нам крышу, тогда мы вот вашим аудиторам расскажем, какие вы распрекрасные там, или вот почистите нам дорогу, ой, а мы скажем, что вы тут, ну, вообще, ну, просто вот все соблюдаете, и даже выучим все эти правила, и мы взрослим расскажем, могут быть неформальные между лесничеством и компанией, тоже, вот мы с вас штраф не возьмем, но вы делаете то-то, то-то там, а если не делаете то-то, то-то, то вы возьмете наших на работу, вот тогда мы штраф не возьмем, но опять же, это все делается в поле, вот, это не делается, ну, теми методами, которыми я работала в данной статье, ну, у меня про это просто, ну, где-то, наверное, штук 50-70 статей опубликовано, вот, о том, что происходит на местах, и как, и вот все это неформальная сторона, вот, значит, ну, зачем нужен сертификат, в основном, конечно же, в нишевых рынках, то есть все пытаются сказать, что компания продает сертифицированные товары, от этого у нее, то есть он дороже стоит, но на самом деле, он стоит, конечно, дороже, но, в общем-то, ну, где-то там с кубометра на доллар, но это оказывается значительно, но есть просто драйверы сертификации, вот это в основном покупатели из Англии, которые, ну, просто, там есть люди, которые хотят дом, там, из чисто сертифицированной древесины весь, и они увеличивают наш климатический след, покупая, например, древесину из девяти стран, и принося там наличники для окон из одной страны, что-то из другой страны, что-то из третьей, но это фанаты, а так, в основном, почему нужен сертификат, да потому, что иначе до этого были потребительские бойкоты компании, и 100 ренса потеряла миллионы, когда в России пыталась вырубить Каливальский парк на границе Финляндии и России, и в других странах Латинской Америки тоже идут потребительские бойкоты, поэтому нужно как-то разделить ответственного лесопромышленника и, ну, как бы, безответственного, а для этого, если у тебя есть сертификат, то уже есть рамки, в которых идет диалог, ну, разных групп, которые критикуют компанию, они тогда будут писать жалобы в сертификационный совет, там, или аудиторам, но не будут устраивать, там, митинги, забастовки, там, что-то такое, ну, вот, я бы сказала, что тогда, когда мы покупаем пищевые продукты, то там сертификации важен каждый потребитель, а здесь, вот, если это лес, то очень мало кто, который раз в жизни покупает стол, то будет смотреть, например, сертифицирован он или нет, он будет смотреть, может быть, на интерьер, в который поставить этот стол, поэтому здесь важны магазины розничной торговли, а вот на них как раз были постоянные потребительские бойкоты, и магазины розничной торговли по всей Европе не принимают несертифицированную продукцию, большинство из них, поэтому, соответственно, если это большой бизнес, он хочет продавать магазинам розничной торговли, ему нужен сертификат, иначе у него порушится весь рынок, но здесь тоже очень можно неформального всякого, вот у нас, например, у одной компании, в которой я была консультантом, лишили ее сертификата, и в Англии они тут же построили специальный порт, вообще, чтобы покупать несертифицированную древесину, ее куда-то налево продавать, я когда вот ездила в Англию проводить исследования, я была просто в шоке, я думала, это только в России, а оказывается, весь бизнес везде, в общем-то, оперирует одинаково, я бы сказала, ничуть там не лучше, там один же хрень, и те же самые практически неформальные правила работают с той же интенсивностью в Америке тоже, то есть везде, вот, ну, фактически для холдинга, как Сторенс, или как Икея, там, ну, Икея-то не арендует, поэтому есть цепочка поставок важна, но если для них потерять сертификат, это действительно очень большой, большая потеря рынка, потому что все, кто сказал, что покупает только сертифицированное, не смогут у них купить, и тогда им остается российский рынок, а в российском рынке тоже уже сертифицированы цепочки поставок, очень у многих, и опять же, розничные торговли в России тоже уже сказали, не будут, поэтому, соответственно, компании оказываются, ну, перед выбором либо потерять значительную часть рынка, либо все-таки удержать этот сертификат, ну, вот, ну, и приспособятся они к способу, конечно, никуда не денутся, вот, да-да-да-да-да, что ж я еще такое вам не рассказала, ну, я не помню, какие там хайлайтс, и это я все поправлю и посмотрю еще разочек на пункт 4-5, потому что я, правда, тоже не помню, о чем он уже, вот, ну, а стандарты, характеристики, ну, да, вот там примерно это стандарт устойчивого развития, то есть там одна треть экономических критериев, вторая треть экологических, третья социальных, и вот такие общие формулировки, это принципы, ну, их 10 там, а у каждого принципа есть такие вот категории, да, вот, критерии, а у каждого критерия есть индикаторы, индикаторы указывают, вот именно адаптируют к местным условиям, ну, например, если в критерии сказано, компания должна поддерживать инструктуру местных поселков, вот, а в поселке они могут решить, что она должна чистить дороги, вот, или, что она должна починить мост, вот, то есть остается всегда консенсусная ценность, то есть чем меньше вот эта прискриптивность, чем меньше прописанность, и чем больше консенсусной ценности, когда заинтересованные стороны на месте могут решить, что, как им и когда им нужно, и в процессе переговоров к этому прийти, но вот очень, как бы, интересно то, что принципы и критерии нельзя менять, и это как раз не позволяет сводить к российскому законодательству, то есть почему, при чем тут российское законодательство, сертификация создается для того, чтобы компания его превышала, то есть чтобы, это золотой стандарт, который основан на том, чтобы, ну, сделать больше, чем требуется по национальному, и как раз первый принцип в том, что национальное законодательство должно обязательно соблюдаться, но стандарты основаны так, чтобы оно превышалось, вот поэтому компаниям, которые, ну, хотят сделать минимум, как бы там, ну, не очень-то перетрудиться, они все время стараются как-то ближе сделать, то есть меньше вот этого перевыполнения и больше соответствия, то есть иногда просто идет противоречие между национальным законодательством и стандартом, например, это было очень сильно в лесной отрасли, вот когда, скажем, ну, делянка, где должна быть сплошная рубка, там надо сохранить ключевые биотопы, и компании долго платили штрафы за то, что они сохраняют эти ключевые биотопы и биоразнообразие, только потом удалось как-то, ну, договориться, как это делать с органами власти, то есть участие государства у нас очень разное в разных странах, в России оно проявляется только как у собственника земли, тогда, когда идет применение, но поскольку все наши компании нуждаются в лесной сертификации, то государство не возражает против нее, но оно и не облегчает, вот в этом тоже большая сложность реализации, и большая сложность, то есть идет постоянно, как бы, все стараются как-то вот это, ну, сблизить требования глобальные с национальными законодательствами, потому что тогда легче компаниям это делать, вот, но это в России почти не удается, очень-очень трудно, вот, ну, что я еще не сказала, даже не знаю, ну, наверное, основное сказала все-таки, да, ну, если еще что-то такое вот я забыла, то вы мне скажите, я расскажу, если я на что-то не ответила. Ага, Мария, спасибо большое, коллеги, пожалуйста, прошу вопросы или комментарии. Спасибо. Можно презентацию, наверное, снять, ну, или пока, да? Так, как ее снять-то? Вот так, наверное, да? Нет? Говори уже, Лен, говори. Ага, у меня просто не поднимается рука, почему-то, в смысле, в зуме. Да, коллеги, здравствуйте, меня слышно? Отлично. Отлично, ага. Маша, у меня такой странный вопрос, но я просто хорошо знаю вашу работу в целом, в этом смысле, у меня, наверное, по ней уже вопросы сильно сняты вами, но у меня вопрос может быть такой более общий. Вот, вы сегодня рассказывали о том, как глобальные стандарты адаптируются к локальным условиям российским. А скажите, пожалуйста, как вы оцениваете обратный процесс? Я имею в виду, вот если мы говорим о governance generating networks, означает ли это, что, по сути, через вот эту сертификацию появляется шанс, ну, например, в том числе на распространение вот этих демократических принципов управления проектами, в России, что на самом деле не совсем, ну, что приходит на самом деле из неолиберальных контекстов, из развитых рынков, где там вот и консалтинг, вы говорите, применяется, и вообще как бы большое значение придается обоснованию управленческих решений, сбору данных под эти решения и так далее. То есть, можно ли ждать, что empowerment будет не только в отношении вот этих коренных народов, но что как бы вообще вот такая вот модель управления рынком, да, может в России как-то привиться, потому что есть ощущение, что не во всех сферах она как бы применяется, да, такая рациональная, да, модель управления. Ну, я считаю, что если посмотреть с начала 2000-х годов, то очень сильно вот такая местная демократия развилась по сравнению с тем, какая она была, то есть, просто колоссально. Вот, и я бы сказала, что очень легко откликается народ на нее, то есть, поскольку люди любят лес, те, которые живут вблизи него, ну, какая-то студия там рисует картины, там, где-то любимые грибные места, бабушки вот все эти, они с удовольствием участвуют в этих процессах, и здесь как бы нету, никто им не мешает, потому что это не какие-то там митинги или еще что-то, чтобы там наше государство репрессировало, это участие в лесных отношениях, ну, в котором никто не мешает практически, но вот очень уличные комитеты стали активными, вот, которые соревнуются, там, например, кто лучше очистит места высокой социальной значимости, которые компании им выделили, потому что компании, когда выделяют, они же должны, например, ухаживать за этими выделенными участками леса, если там мусор, то штрафуют то компанию, вот, а пользуется население берегом, там, скажем, расширит там водоохранную зону, просят они для себя, вот, ну, и вот тогда компании просят их на организовывайте уборку, субботники там, вы просили, например, кладбище в лесу сохранить, вот, а у вас там одни бутылки валяются, ну, вот на это население идет достаточно легко, но оно идет легко тогда, когда хорошие менеджеры в компании, которые, ну, как бы, им дают это рабочее время, вот, то есть в некоторых компаниях этого времени не выделяется, и тогда они выезжают в компанию очень редко, или они общаются по почте, например, вот в коме они все по почте играют, даже хорошие компании, они переписываются как бы по e-mail с местными сообществами, там интернета-то нет во многих местах, вот, ну, то есть, я бы сказала, что очень неравномерно, то есть стандарты одни, по идее, для применения всей России, но как они реализуются на практике, абсолютно разное, и я бы, опять же, не сказала, что какие-то компании вот замечательные, а какие-то ужасные, вот та компания, которую я, например, считала замечательная, с которой я работала экспертом лет 10, потом там поменялся под собственник, и она стала, ну, самой ужасной, по идее, нарушающей все, какие могут быть права, иногда вот у них хорошо прошла аудит там в течение трех лет, они расслабились, вот, и опять стали хуже гораздо, или забыли про свое местное население, вот сейчас неизвестно, что с ковидом и как, поскольку, ну, меньше, вот, этого взаимодействия, вот, ну, что плохо в России, вот, в других странах, например, в Индонезии, в Латинской Америке, там вот есть обратная связь между местами и глобальным уровнем, причем она очень сильно развита, и там вот эти местные люди из мест ездят на глобальные форумы, выступают и стараются пролоббировать решения, которые нужны для Латинской Америки, вот, и Индонезии, Малайзии, вот, в России практически в глубинке нет людей, которые бы могли на английском языке бурно разговаривать, ездить на Запад и там визу получать, хотя, в общем-то, всем дают стипендии, то есть мы не за свой счет туда ездим, вот, но у них просто нету навыков и плохой английский язык, из-за этого из России ездят туда только глобальные эксперты, и членство россиян в глобальном уровне очень низкое, именно потому, что не настолько свободен язык и не настолько как бы включена и настолько не отведено время на то, чтобы эти решения принимать, вот там, ну, где-то, где-то 15 членов там, из какой-либо латиноамериканской страны, будет там 200 членов ездить на генеральную ассамблею, поэтому, естественно, гораздо больше вот этих глобальных стандартов, тех, которые легче применимы к Латинской Америке, потому что, чем больше, ну, как бы вес участников от определенной страны, тем, и чем они активнее, тем они больше в процессе, тем более они как бы могут, думая глобально, сделать это одновременно, ну, хоть как-то применимые к местным условиям, вот хотя бы эти же принципы, критерии, политики, новые введения, изменения, и это очень динамичный процесс, он все время меняется, вот стандарт принимают, потом люди посылают мошен, что надо изменить, вот это не работает, значит, будут пересматривать, ну, не все стандарты, а именно этот, вот так у нас со старовозрастными лесами, потому что компании не справляются, там меняется методика их применения, другие форумы организуются, то есть это очень динамичный процесс, в котором все время все меняется, и все время меняется оно как бы cross-hierarchy of scales, то есть это не то, что вот так вот глобальное, потом национальное, вот в данном случае, в данной статье очень много национального, обычно именно национальное и забывается, потому что обычно глобальное, а потом место применения, локальное, национального мало, но поскольку вот эти рабочие группы именно на национальном уровне принимают решения, вот стандарты, стандартизация вся идет здесь, то именно в этой статье у меня вот получился упор на российский офис, да, потом вот Александр спрашивал, чем отличаются офисы, это все одна и та же система, то есть те, кто у нас в российском офисе, им зарплата идет избонно, то есть они такие же, ну, став, но став у нас не принимает решения, став только выполняет решения, которые принимают члены, члены, самое большое, это генеральная ассамблея, рабочие группы и общее голосование, а вот в группе по стандартизации должен быть консенсус, пока не договорятся, вот у нас два года договаривались, некоторые вот страны за три месяца свои стандарты сделали, или за год, вот, то есть все по-разному в разных странах, у нас в России тяжело, и у нас очень много этих сертификатов, вот что плохо, то есть для многих это, ну, как бы золотой стандарт для избранных, для ниши, а у нас, вот эти все большие холлы сертифицировались, потом они не справляются с этим, и поэтому постоянно то отбирают сертификаты, то что-то случается, то, значит, то делают что-то, то оно куда-то опять падает, вот, то есть, ну, так вот ни шатка, ни валка идет, ну, и, конечно, реализация стандартов очень разная в разных регионах, и даже не в разных регионах, в разных компаниях, но все равно, если мы сравним, скажем, деревню на сертифицированной территории и леса ее окружающие, и через два километра не сертифицированные, то есть это Россия, один и тот же регион, но правила жизни будут очень сильно отличаться, вот, хотя два километра между ними, вот. Пожалуйста, еще коллеги. Мария, нажмите наверху там красную эту, планочку, пожалуйста. Какую? Ну, какая-нибудь, там есть красная, ее не нажмите. Красной нету. А какая есть? Никакой нету, есть вниз опускать. Завершить демонстрацию экрана там есть. Что? Завершить демонстрацию экрана. Вот, для этого надо как-то открыть эту штуку. Ну, ладно, бог с ним. Если найдете, то коллеги, я просто всех сразу не вижу, тогда просто говорите, пожалуйста. Организатором, можно организатор может снять. Да, вот организатор, потому что я что-то не вижу никаких кнопочек вообще. У вас, наверное, включен вид, не вид докладчика, а какой-то там полноэкранный какой-то. Еще грид-видео, вот так, наверное, да? Ну, не знаю, больше не получается. Если кто-нибудь может, организатор? О, кто-то сделал. Вот сейчас получится. Удовольствуйся. Коллеги, пожалуйста, вопросы или комментарии. Можно мне спросить? У меня такой, скорее, меня слышно? Да. Да. Отлично. У меня такой, наверное, скорее, больше на личный интерес вопрос. Вот там часть интервью больше, она взята на респондентов в России, как я поняла, и часть зарубежных. А как брались с интервью, то есть, скорее, даже не как брались, как анализировались? ну, эти не приводились, например, может быть, к какому-то единому языку, чтобы, например, другие исследователи из команды могли с ними ознакомиться и понять, что у них вообще происходит. Или как-то российские исследования, точнее, разговоры с информантами анализировались частью российских, вот ваш, и там еще коллега, по-моему, из Питера есть, а там часть зарубежных, только зарубежные. вот этот вопрос интересует по организации в таком коллективе. То есть, это вообще статья, это часть большого проекта «Формос». Вот, и у нас проводились сравнительные исследования, на самом деле, вот этого способа и биоразнообразия в Швеции, Финляндии, то есть, в Швеции, Канаде и в России. То есть, при этом у нас как бы был один и тот же путеводитель интервью, может быть, я его бы по-другому построила, вот кто-то мне говорил, чтобы там было более интересно. Ну, на самом деле, мы вот на наших собраниях проекта, мы делали вместе путеводители, у нас были совершенно одни и те же вопросы и у нас были одни и те же информанты, то есть, мы все брали интервью в Standard Development Group, вот в этих разработчиков стандартов. Ну, вот эта Антонина Кулясова, она у нас в техническом комитете, то есть, она у нас участвует не как исследователь, а как активист. И, ну, а я раньше была в Совете директоров, но, ну, там, в общем, тоже полжизни провела, поэтому здесь очень важно участвующее наблюдение, потому что у нас был доступ ко всем, ну, практически секретным документам, вот. А вот эта Сара, которая участвует из Канады, она работала аудитором очень долго в Канаде, в ФСС, вот, и тоже у нее практически, она в этом поле очень сильно включена. А Марина Элбакидзе очень много публиковала, ну, она, как бы, говорит по-русски, это грузинская женщина, но эмигрировала в Швецию. Ну, вот, и мы с Мариной анализировали вместе русские интервью, вот, и я еще смотрела и все канадские. Ну, а Сара нам просто и Коня, это из Оксфорда, Коня неоднократно была в России, но Коня вместе с Сарой, в общем, работала в связке, я вместе с Мариной, а потом мы делились по скайпу, пытались вместе как бы посмотреть, что получилось, но у нас каждые полгода было собрание по проекту в какой-нибудь стране в течение 10 дней, ну, и сейчас у нас просто такое правило, что какие бы, ну, его ввела Марина, которая оплачивает эти публикации, что все становятся соавторами. Ну, конечно же, в основном эту статью писала я, вот, ну, а они английский редактировали, ну, на самом деле, зато Марина Элбакидзе написала прекрасную статью по первой разнообразию в том же журнал, а там я просто так комментарии писала на полях, так что... Спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста, еще. Можно вопрос? Да, Леонид, пожалуйста. Значит, у меня, собственно, вопрос и комментарий, вопрос касается относительно механизма обеспечения нормы, механизма инфосмента. Есть ли какой-то механизм, который, так сказать, ну, заставляет следовать этой норме? Ну, и, кстати, вот, напоминаю вопрос, который, на мой взгляд, достаточно важный задал Александр, у меня он тоже возник, по поводу Китая. Как Китай вообще ко всей этой истории относится? Потому что, я так понимаю, значительная часть рынка в этой области китайская. Значит, ну и комментарии, если можно, я его сразу сделаю, а потом тогда ответ на вопрос. Собственно, мне кажется, что вот эту вот историю, которую Мария, спасибо за, значит, этот рассказ. Он интересный, я, собственно, слышал уже, но вот второй раз я лучше понял, я бы так сказал, чем, значит, чем первый раз, когда был, значит, мастер-класс, потому что, действительно, здесь есть масса отраслевых историй, которые, значит, сразу как-то не попадают. Но одновременно есть и общая социологическая вещь, на самом деле, достаточно, значит, интересная. И вот можно рассматривать эту историю с нескольких точек зрения. Мне кажется, одна из наиболее интересных здесь, это как, собственно, пример введения новой нормы и даже, в общем, некого нормативного режима регулирования. Вот. А там начинается вопрос уже вот о том, значит, как он вводится, значит, какие, какая реакция на нормы, значит, разных этих самых, значит, субъектов, какой, какой, так сказать, у них здесь интерес, как дальше происходит вот это самое enforcement, как, соответственно, здесь роль влияет на это некая законопослушность, да, и каковы здесь вот последствия, значит, этой истории, вот как бы под углом зрения как раз, что ли, вот изменение механизма нормативного регулирования. Вот. И вот с этой точки зрения, я так понял, что вот канадцы со шведами отказались, да, норму принять эту, ну, новые, этот самый, правильно я понял, да, значит, нет, канадцы только для коренных народов. А, да, да, ограничили существенно, да, да, существенно ограничили. И вот мне кажется, что, в общем, это, как бы сказать, не случайно, потому что, конечно, есть очень разный здесь, значит, механизм принятия и исполнения норм, да, что вот, вот известно, что в России как бы законы, значит, жесткость законов, она компенсируется, значит, их необязательностью их исполнения. И вот в этом случае действительно совершенно неудивительно, что, так сказать, хоть, значит, вы, Мария, говорили, что это все сложно было и прочее, да, но тем не менее, как мне кажется, что одновременно уже говорили, что вот компании, они там сертифицируются, ну, как бы, очень легко самых разных, по самым разным режимам, но я так подозреваю, что они не слишком хорошо это одновременно и выполняют, что здесь скорее, да, отношение к этому, ну, конечно, раз, так сказать, нужно, раз требует, значит, почему бы нам это не принять, да, а уж дальше мы там попробуем договориться и так далее, да, вот, в принципе, я бы сказал так, что здесь есть некий общий, некое общее правило, что, в принципе, предведение жесткой нормы, которая вот не, так сказать, является легко принимаемой большинству участников, выигрывают наименее законопослушные субъекты, причем они выигрывают тем больше, тем слабее механизм инфорсмента и слабее механизм как бы обеспечения этой нормы, потому что получается так, что вот в этой, в такой вот ситуации в действительности преимущество получают те, кто, рыночное даже преимущество, те, кто не выполняет эту норму, потому что ты эту самую древесину, если нету, как бы, сказать, такого очень уж четкого, жесткого механизма мониторинга инфорсмента, да, и трудно себе сказать, она вообще действительно ли выполнена в соответствии со всеми нормами или же нет, вот, конечно, я уверен, что там, конечно, идет поток какой-то информации с места и все прочее, но подозреваю, что здесь есть некие все же проблемы, вот, и, соответственно, возникает вот эта вот самая ситуация, когда относительно незаконопослушный, значит, этот самый, значит, участник, он получает некое конкурентное преимущество. Второй момент, опять же, в ситуации, значит, когда, значит, не очень сильно развита система правоприменения, что ли, да, и, так сказать, законопослушность, избирательное правоприменение, то есть, по идее, можно, конечно, так сказать, очень по-разному отнестись к нарушителям, так сказать, конвенции здесь, да, и, ну, я думаю, тоже здесь возможны самые разные игры. Мне кажется, что вот интересно будет, конечно, очень посмотреть, как, как этот режим будет реально применяться, то есть, с одной стороны, я, как бы, думаю, что в любом случае, так сказать, плюс от этого будет, хотя бы потому, что в сознании людей эта проблематика проникает, да, так сказать, какие-то вот эти внизу механизмы новые возникают, то есть, по-любому, я думаю, что плюс-то будет, вот, но, тем не менее, вот сам по себе, как раз вот механизм исполнения, введения и исполнения нормы, это вот предмет особого, так сказать, некого интереса, который, мне кажется, представляет больший интерес, не больше, более широкий интерес, чем, скажем, там, просто отраслевой, это, так сказать, общая социологическая проблема, вот, который, как мне кажется, в общем, достойна того, чтобы действительно, так сказать, ее всерьез рассмотреть, а так, мне очень интересно, спасибо. Спасибо большое, значит, ну, сначала я расскажу, как инфорсмент осуществляется, то есть, у нас в России есть аккредитованные пять аудиторских компаний, которые включают как международных экспертов, так и российских экспертов, так и наблюдателей, вот, и получить этот сертификат вот так вот легко, это невозможно, а потом решить, но возможно получить, а потом расслабиться, то есть, вот все, что вы говорили, это правда, потому что много очень сертифицированных компаний, громадные территории, аудиторы не справляются, вот, и такой вот очень суровый аудит проходит раз в пять лет, а ежегодный аудит, он гораздо более щадящий, вот, и как бы аудиторская компания на выбор выбирает те делянки, те поселки, куда поехать проверять, стыкает в карту и компания обязана доставить, да хоть на вертолете, да хоть на вездеходе, ну вот обязана, но иногда все-таки они говорят, а вот здесь болото мы в лес повредим, мы не можем доехать там, ну да, они могут послать вперед машину, потому что вечером решили, куда поедем, они могут послать ночью кого-то и быстро собрать разлившийся бензин где-нибудь все перечистить и договориться с администрацией о встрече с фанфарами, то есть таких случаев масса, и у меня это все опубликовано по старым стандартам, только не по спосу, вот, и много разных статей, сравнивающих реализацию этого всего с разных компаний, есть просто об аудиторах тоже, и что определяет как бы вот эти формальные и неформальные правила, их нарушения, и почему сертификаты в их реализации так отличаются, почему вот эти территории так отличаются, там очень много для этого причин, но, во-первых, очень часто бывает у аудиторских компаний нет социального эксперта, поэтому они не могут как бы оценить общественное участие, или они сами, скажем, кончали лесную школу, и они не верят в демократию на местах, поэтому сами они в душе думают, а, и что это местное население может, и слушают в основном администратора, и все, вот, а голоса как бы там, вот проводят собрания, когда вот там бабушки начинают им говорить, они просто их игнорируют, ну, такие очень часто бывают случаи, потом бывает просто, что, ну, естественно, это лес, и в основном все боятся зарубки, а не столько за права местного населения, если нет жалоб, то тогда очень небольшое количество поселков, в которые аудиторы поедут, вот, но я бы сказала, что большие компании, которые дорожат своим рынком и особенно репутацией, они все-таки держат экспертов у себя в штате, и вот, что интересно, например, все без конца мне говорят, что надо очень долго учиться, чтобы стать социальным экспертом, ну, вот, например, я работала в одной компании, где они просто взяли социальным экспертом, продавщицу бывшую, вот, с тремя детьми, и она была лучшим социальным экспертом, потому что она на пальцах могла объяснить жителям их права, потому что она легко их собирала на собрание вместе с детьми, потому что она организовывала игры для детей, потому что вот это объяснение на пальцах как раз было ясно каждой бабушке и, ну, легко проходило. очень многие компании просто поддерживают учителей в школе, а учителя преподают на уроках стандарты или на внеклассной работе, а потом каждый ребенок, они разделяют поселок, скажем, по улицам, и дети разносят листовки, заходят в дома и объясняют права жителям, вот, и собирают их на собрание. Когда я работала экспертом, я с собой маму возила, она там на каждый забор объявления приклеивала и тоже загоняла всех жителей, хотя она биолог и совершенно там профессор, но она могла вот это тоже в деревне делать очень хорошо, только бы я ее с собой возила. Ну, а сейчас в основном это группы ВКонтакте в каждой деревне, вот еще через это идет, то есть гораздо больше интернета и мы уже не вешаем на заборы объявлений и раньше в каждой библиотеке тоже стопка, где объяснение листовки, объяснение жителям их прав, но далеко не все компании это делают, вот в Иркутской области эти поселки очень далеко, 300 километров где-то друг от друга, очень мало в штате вот этих людей, вот, поэтому некоторые пытаются сделать такие демонстрационные, как бы приехал аудитор, они говорят, вот туда не проехать там бездорожье, вот поехали сюда, а там у них уже, скажем, раздали малые гранты там учительницам и библиотекарям, но эти учительницы и библиотекари там, ну, вовсю показывают, что они делают с местным сообществом и как они дружат с компанией, вот, и самые разные варианты будут, есть, и действительно компании находят масса способов, ну, как это сделать проще, то есть они всегда стараются избежать трансляционных издержек и сделать это проще, вот, и как можно, как бы, рационализировать, но это у них, как бы, в крови, вот, вот конди-монди-бизнес-пейпес, как-то в карске, ЛПК, ну, в общем-то, они все дистанционно делают, они там по телефону звонят, по интернету, письмами переписываются, карты пересылают, ну, в общем, пока туда не приедешь, кажется, что-то замечательно, но я вот проводила тренинг для экспертов, повезла их в одно сообщество, мы у них нашли, вот, просто студенты нашли, у них, ну, миллиард замечаний сразу же, вот, поэтому, ну, и аудиторов все-таки малое время, потому что это очень высокооплачиваемая работа, ну, вот такому аудитору, как я, платят где-то 600 долларов в день, вот, а если я там пять дней, то да, а если я там не одна, а аудиторов 10, ну, вот уже, соответственно, это дорогое удовольствие, но еще дороже, конечно, подготовить компанию, вот, потому что на подготовку там, конечно, эксперты самые разные, есть дешевые, вот, есть просто студенты, которые едут и пытаются, ну, потому что эти легко усваиваемые стандарты, наверное, они такие популярные, на самом деле, любой человек, который, ну, как бы хочет это сделать, он может это сделать, я вот обычно объясняю этнографам и всем высоким специалистам, что вот, раз смогла продавец из овощного магазина, сможете и вы, вот, ну, вот такая там динамика очень большая везде, и все по-разному, неформального, но просто жесть, но вот то, что я исследовала в данном случае, поскольку это была часть большого сравнительного проекта, то у нас, как бы, не было вот этой гибкости особенной, и мы даже не выезжали в места тестирования, вот, мы только, как бы, брали интервью у тех, кто тестировал стандарты на месте, выясняли, что же там не работает, и опять же, вот эти статьи мы тоже писали по единой схеме, то есть одинаково в Швеции, в России, в Канаде, и у нас был, ну, как бы, аутлайн одинаковый, чтобы потом написать сравнительные одинаковые, вот, поэтому, соответственно, может быть, мое социологическое творчество не полностью там реализовалось, вот, мне очень было интересно послушать вот про ваши нормы, и про вот этот комментарий, он, конечно, очень интересен, вот, но я бы сказала, что в Канаде, в общем-то, нарушений в сертификации еще больше, чем в России, я бы не сказала, что они более послушные, нет, вот в Швеции, ну, чуть-чуть более послушные, но Швеция маленькая, там меньше проблем в лесу, там он весь ухоженный, там уже вероиснообразие никого не осталось, там это все, как бы, как огород этот лес практически, так, естественно, у них меньше надо соблюдать, и саамы только одни, и все, а местное население – это рекреация, поэтому у них меньше проблемы, легче лес, из-за этого у них лучше реализация на месте, а в Канаде, не, в Канаде точно так же отбирают сертификаты, точно так же всякие неформальные практики, точно так же избегают, точно так же борются, хотя вот в этих стандартах, почему у них, скажем, исключили местное население, да просто там после колонизации громаднейшее количество коренных народов, которые, официально коренные народы, и они организуют даже четвертую палату сертификации, это единственная страна, которая у нас везде по всему миру трехпалатная, у них есть специальная палата коренные народы, не хотят они там местного населения, и все эксперты, которые работают, там тоже работают с коренными народами, поэтому просто некому пролоббировать за местное население, и даже эксперты все утверждают, что у них нету такого населения, которое бы вот жило в лесу, и вот прямо зависело бы о природном ресурсе в той же мере, как коренные народы, а коренные народы-то у них тоже не особо-то и зависят, они тоже сами рубят лес, и они сами могут быть экономическими акторами, и они совершенно другие, чем в России, поэтому там контекст колоссальнейшим образом отличается, вот, а с нормой, и с применением нормы, и с реализацией, да, это все шатки, не балка, но единственное, что получают сертификаты честно, потом расслабляются, потому что получить сертификат без большой работы невозможно, а вот расслабиться возможно, потому что отберут его не сразу, вот, но у нас очень динамично, если посмотреть, сколько приостановленных сертификатов, их тоже тьма, вот, приостановленная, и все время приостанавливается, сейчас меньше из-за ковида, потому что не доехать туда, и потому что в деревнях, если мы из города привезем заразу, то кто же простит, поэтому там фактически эта вся система раскрябывается, и неизвестно, как она соберется снова и когда. Ага, спасибо, спасибо большое, коллеги, есть ли еще какие-то? Можете мне задать вопрос? Скажите, пожалуйста, вы рассматривали, вот, может быть, в этой эмпирике, в этом исследовании, и вообще в вашем опыте, какое место в этом занимают инициативы, занимают экологические движения, и помогают ли они, то есть становятся ли они вот этой связкой между микроуровнами индивидов и корпорацией, или это было исключительно навязывание сверху, то, о чем вы говорили, что это power over, насколько монополистично эта власть, или все-таки, например, экологические движения помогали тому же государству имплементировать эти меры. Может быть, это даже вопрос в поражении того, о чем Елена Сергеевна говорила, по мере, на примере этой сертификации можно как-то надеяться, что это на некотором макроуровне проплепение экологической повестки, или это исключительно еще один такой авторитарный жертв государства на данном мере в экологическом доме. Не, ну, экологические организации стояли у истоков сертификации, и они же в основном ее и создали вместе с какой-то очень маленькой группой компаний, которые хотели как бы, ну, чтобы был какой-то знак, который бы их отличил от варварского вырубки амазонки, например, потому что и экологические движения были, вот как потребительские бойкоты, очень-очень сильными до сертификации, то есть там были колоссальнейшие протесты против компаний, которые разрушали окружающую среду, и у нас было большое движение общественное, ну, как большое, относительно большое, за Коливальский национальный парк, где был потребительский бойкот компании из Туренса, которая покупала у поставщиков на границе с Финляндией, но я бы не сказала, что их очень много, но у нас экологические организации очень быстро установили сети со своими партнерами в Европе, то есть это как бы после перестройки сразу как-то ну, те, которые помогали государству, там, те, которые на волне перестройки образовалось очень большое количество экологических организаций, они очень быстро вошли в глобальные сети, которые были очень сильными, вот, но, в общем-то, сейчас я бы сказала, что закон об иностранных агентов очень ограничивает их деятельность, потому что, вот, например, была у нас в Карелии Спок, ну, такая радикальная организация, которая действительно очень жестко следила за выполнением экологических требований у всех лесопромышленников, ее сделали иностранным агентам, вот, значит, они тут же отказались от иностранного финансирования, они не могут ездить теперь, следить, они теперь экологическим образованием занимаются, вот, и туризмом, ну, то есть, перешлось, ну, конечно, они являются заинтересованной стороной, они выскажут свое мнение на стандарт, они эксперты, но уже нету вот этой радикальности в них, Greenpeace, например, не удовлетворен, как выполняются стандарты в Архангельской области, действительно, там у нас самые отсталые сертифицированные компании, то есть, ну, они сертифицированы, но сертификаты очень слабые, по идее, стандарт единый, они должны выполняться хорошо, и там постоянно происходят комформисты, вырубаются леса природоохранной ценности высокой, вот, из-за этого Greenpeace вообще вышел из этой системы, и он критикует как бы систему сертификации извне, тем самым тоже помогая усилить ее работу, то есть, я бы сказала, что это хорошо. ВВФ, один из создателей лесной сертификации по всему миру и в России, принимает колоссальнейшее участие, вот, и сейчас экологические организации стали экспертными в основном, их мало, и они в основном представляют собой экспертное сообщество. Вот на глобальном уровне, если посмотреть экономическую, экологическую, социальную палату, то экологическая была сильнейшая палата, почти такая же мощная, как экономическая, но, в общем-то, экологические организации зависят от финансирования в какой-то мере. Сейчас приоритеты доноров были очень сильно на эти нишевые рынки, ну, в 2000-х годах. Сейчас все про климат, про карбоновый след, вот, то есть вот эти общие приоритеты сдвинулись у доноров, соответственно, сдвинулось финансирование у этих же экологических организаций, они по-прежнему могут входить в эту экологическую палату, но они стали меньше активны, потому что у них гораздо больше времени занимают другие процессы. Если мы смотрим в России, они остаются сильными экспертами, но их мало, вот, и как бы, но они работают очень активно, но при этом не все заинтересованы в помощи социальной палаты, например, но все заинтересованы в веро-разнообразии, в сохранении экосистем, в разных экологических вещах, а на социальные какие-то, например, очень сильно включаются, вот у нас как раз один из моих информантов Standard Development Group, он почти что социальный эксперт, то есть просто колоссальную поддержку оказывал вот в этих переговорах для социальной палаты, а некоторые более спокойно к этому относятся, а некоторые просто как бы в большей степени представляют сложности, которые ждут бизнес там и боятся ну как бы так, ну не то, чтобы они против были, но по крайней мере неактивно поддерживают, более нейтральный, скажем так, то есть разная позиция бывает экологических организаций, и в целом, конечно, она слабеет, как в мире, так и в России, то есть в мире слабеет из-за изменения финансирования экологическая палата, а в России ну и из-за изменения финансирования, потому что иностранные агенты это и есть изменение финансирования, ну и плюс еще боятся, потому что попробуй-ка стать здесь радикальным сейчас или вывести кого-то на протест, это могут только бабушки в коме вывести на протест против нефти, потому что они бабушки, и потому что на них нет ОМОНа, вот, а в городах или еще где-то у какой-то магазина розничной торговли нет, ну и вообще сейчас идет дератитализация, я бы сказала, экологического движения, и больше как бы работа в рамках правил, и вот сертификация как раз дает вот это миллион этих правил, в рамках которых можно подавать жалобы, то есть там на все есть правила, и в рамках этих правил, ну, практически можно многого достичь, но консенсусным путем, не движенческим, а больше как НПО, как организация. Ага, есть ли еще, коллеги? не видно предложений, еще раз прошу, есть ли какие-то вопросы или комментарии? Похоже, похоже, еще попались. Мария, тогда ваше заключительное слово прошу. Ну, большое вам спасибо, то есть я буду продолжать работать над своей теорией, вот, ее совершенствовать, и мне всегда интересны именно социологические предложения, как посмотреть, на что посмотреть, как лучше, вот, и как лучше сделать мою работу более доступной для, ну, как бы, экспертного социологического сообщества, и в меньшей степени для вот такого профессионально-лесного сообщества. Я это стараюсь делать, вот, и в дальнейшем буду тоже совершенствовать. Спасибо, спасибо большое, и работа интересная, рассказывать вообще увлекательно. Коллеги, всем спасибо за участие, тогда до новых встреч и идеи про Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok